Приветствую вас и хотел бы предложить вам свое видение ситуации. Может быть, вам оно покажется более интересным и поможет вам. Значит, вы женщина и в первую очередь смотрите в своем поведении, в своем становлении, в своем развитии на свою маму, как образец для первичного подражания. Поскольку ваша мама была человеком властным, то, соответственно, возникает такая ситуация, при которой она вас подавляет, не позволяет вам быть собой, инфинктивно она стремится, значит, оградить вас от тех ошибок, которые совершила она, но фактически приучает жить вас так, как будто вы находитесь в постоянном подчинении, так, как будто вы находитесь под постоянным присмотром, вдохновением и так далее. В этой ситуации человек теряет возможность, функцию, принимать решение самостоятельно, внести ответственность за свои поступки и здраво оценивать ситуацию. То есть, у человека мало критериев оценки окружающего мира. Именно потому, что родители, в данном случае ваша мама, активно человека старались себе подчинить. И что нужно сделать? Говоря о детско-родительских отношениях, нужно, в первую очередь, выяснить, почему ваша мама так себя вела. Она представляла с вам, безусловно, как сильная, уверенная в себе женщина, знающая, чего она хочет, куда стремится и так далее. Это факт. Но в действительности, люди, которые ведут себя так, тоже боятся. Как и вы, ваша мама боялась. Она боялась того, что мужчина, допустим, ее предаст. На мужчину, по ее мнению, вероятнее всего, нельзя положиться. И так далее. Она стала такой, от неудачности своей жизни, от негативного опыта, который она получила. И вам она старалась передать защитный механизм от этого негативного опыта. Но в итоге сделала, конечно, только хуже. И лучшее понимание мотивов вашей мамы, понимание того, почему она так поступала и что толкнуло ее на такое поведение, даст вам первый ключ к изменению уже в своей жизни. Дальше. А вам нужно учиться, учиться делать то, что не давала вам ваша мама. Во-первых, пересмотреть свое отношение к самой себе. И если вы считаете в какой-то причине, что чего-то недостойно, чего-то недослуживаете, что-то не будете, в чем-то сомневаетесь, что вот с этим всем нужно работать. Постепенно, повышая вам, значит, познавательный уровень, познавательную сложность, чтобы вы мыслили не только с точки зрения одного критерия, возможно, как возможно, того, как оценит то или иное ваша мама, как бы она оценила, а уже с точки зрения своего восприятия, своих ценностей. Далее. О чем нужно сказать отдельно? Это то, что для повышения своей самооценки, уверенности в себе, нужны какие-то подтверждения. Нужно что-то, на что вы могли бы опереться при повышении своей самооценки. И для этого вам идеально подойдут самопоставленные цели, впоследствии, разбитые на задачи, достигая и выполняя которые, вы будете постепенно обретать веру в себя, свои силы, понимать, что вы тоже движетесь правильно, но в своем направлении, и что оно ничем не хуже того направления, которое хотела для вас ваша мама. Также очень важно понять, как вы относитесь к своему родителю, к своими родителям вообще. Папа, понятное дело, был слабохарактерный, вы, наверное, и, может быть, его и любите, но уважаете не очень сильно. А маму, возможно, боитесь, и очень важно, как вы к ней относитесь, потому что вы можете ее любить, вы можете ее идеализировать, а можете напротив, ненавидеть и обвинять во всех своих бедах. Так вот, и то, и то, неправильно. Нужно сказать, что ваша мама самый обычный человек. Она не плохой и не хорошая. Она женщина со своими страхами, со своими комплексами и со своими проблемами. И, в конце концов, ну, не от хорошей жизни она стала такой властной. Если только у человека нет в поколениях, скажем так, предков-королей или каких-то представителей знати, то женщина не от хорошей жизни становится такой твердой, властной и так далее. Нет хорошей. Это реакция на наши какие-то негативные элементы в ее жизни. Вам нужно вот эту причину, следственную связь выявить, понять ее, прочувствовать, чтобы для себя выяснить, что ваша мама, то, что она вам диктовала, то, что она вам говорила, как она вас воспитывала, это была ее личная особенность восприятия мира. К вам она отношений не имеет. Да, она любит вас, она любит вас, она пытается вас защитить, но вы все-таки сами можете решать свои проблемы и сами принимать решения относительно своей жизни. Это очень важно. Дальше. О чем нужно сказать дальше? Мужчина. Поскольку ваш папа был человеком слабохарактерным и проявлял себя не очень активно, не очень ярко, то неудивительно, что к мужчинам вы относитесь так же. Вы вроде бы и хотите связать с кем-то из них свою жизнь. Но при этом понимаете, что, ну, наверное, вы не будете уважать мужчину так сильно, как нужно для отношений, потому что вы не умеете. Вы не привыкли, что мужчина имеет вес, голос. С другой стороны, вести себя так же, как мама, вы тоже не можете, потому что она своим воспитанным лишила вас самостоятельности. И именно из-за этого у вас и проблема, проблема в отношении. Вы как бы мечетесь из одного полюса в другой полюс и не можете найти себя. Так вот, женщина, которая своего мужчину подчиняет, опять-таки, это не есть следствие хорошей жизни. И ваш отец, возможно, делал это не бы там. Пусть он был такой слабохарактерный, а потому что он понимал, что его женщина не изменит, и просто позволял ей быть той, кем она являлась. Чтобы она была счастлива. В любом случае, отношения ваших родителей нужно разобрать. И, исходя из этого, менять ваше представление о мужчине в целом. И, исходя из этого, уже формировать то, что вы можете этому мужчине дать. Сами. И вот тогда у вас все будет в порядке. Примерно в таком направлении вам нужно двигаться. Примерно так можно вам помочь. Естественно, в формате вопрос-ответ дать вам какое-то решение невозможно, потому что поведению нужно обучаться, поведению нужно научиться, проблемы сахи и комплексы разбирать, потому что комплекс это эмоциональная окраска определенная ситуация и восприятие ее как единого целого. А борьба с комплексами это, соответственно, разбитие этой ситуации на элементы и отознание того, что связь между этими элементами отсутствует. Это работа более-менее в приватной беседе. И именно так можно реально решить ваши вопросы. Пока что я только лишь обозначил направление работы. Вам уже нужно будет самостоятельно выбрать эксперта на нашем ресурсе и проводить с ним консультации. На этом все. Надеюсь, что помогу вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, сделать его поняла лучше. Буду вам очень благодарен. Пока. Желаю вам удачи и всего доброго.